Снос зданий, снегочистка, благоустройство. В мэрии Магадана провели оперативное совещание коммунальных служб. В этом году, согласно плану, нужно убрать около 800 строений в рамках программы «Бульдозер». За два месяца специалисты снесли почти 40 объектов. Мэр Магадана отметил, что работы нужно выполнять более активно. Также Юрий Гришан поручил начать заниматься благоустройством. Директору Голуда нужно в срочном порядке приступить к закупке бордюрного камня. В актовом зале комплекса «Металлист» обсудили строительство стелы «Город трудовой доблести». В совете приняли участие активисты, художники и общественники. По плану, место расположения – площадка перед зданием полиметалла. Высота стелы – 15 метров. Основной материал – нержавеющая сталь. Стелла будет состоять из двух частей. Это стелла непосредственно и такой вот декоративный пилон полукруглой формы, двухстороннее изображение, которое здесь показано на картинках. На стелле будут изображены фотографии времён Великой Отечественной войны из архива музея. Также мэр Магадана предложил отобразить жизнь механического завода в то время. Поскольку те кламчане, которые трудились на МРМЗ, внесли огромный вклад в победу страны. Вклад завода, он был описан в том числе и в исторической справке, которую мы готовили в Российской академии наук по вкладу города Магадана в победу. Мы найдём место обязательно на стелле, на поверхности, чтобы отразить и трудовой подвиг заводчан, которые работали, кстати говоря, не зарабатывая деньги, перечисляли их в фонд обороны, и на эти деньги приобретали самолёты, танки, оружие и так далее. На стелле также будут изображены лётчики Алсиба. Участники дискуссии внесли свои предложения по проекту. Собравшись, обсудили то, что хотели бы видеть на стелле город трудовой доблести. Объём материала очень большой, поэтому нужно отразить в мемориале причастность Магадана к Великой Победе. Хотелось бы больше поместить, но поместили то, что самое главное. Ну и в моём понимании, конечно же, хотелось бы развития этого памятника, этого монумента, потому что, безусловно, дальше речь идёт о том, будет разбит сквер, и, возможно, мы надеемся, будет развитие с точки зрения каких-то ещё объектов, в глядя на которые люди смогут понять, что из себя представляет город Магадан, что он за величайший город и что он сделал. И люди, которые, главное, везде, на всех изображениях обязательно присутствуют люди. Сквер рядом с будущей стеллой тоже благоустроит. Стоимость проекта около 50 миллионов рублей. Сейчас готовят эскизный проект. Специалисты планируют за лето завершить все работы и торжественно открыть мемориал 3 сентября. В посёлке Уптар ведутся работы по сносу ветхого жилья. По планам осталось расселить ещё четыре дома. Что будет на месте ветхих домов, рассказал руководитель территориальной администрации Уптар «Сокол» Андрей Кудинов. Работы будет проводить предприятие ГЛУД. В принципе, оно вывозит всё практически подчистую, потом фундамент засыпается щебёнкой, место чистое остаётся. Ну и на будущее, наверное. Ну потом, да, зеленение. Жившие в ветхих домах люди получат квартиры в новостройках посёлка «Сокол». Любовь Голимбиовская, Александр Фещенко, «Магаданское время». Как известно, на колумбе 12 месяцев зима, остальное – лето. Ну так ли это на самом деле? Уже на следующей неделе – календарная весна. Вечерний Магадан вместе с жителями областного центра решил выяснить, какая погода ждёт нас в последние выходные февраля. В субботу 26 февраля в Магадане значительная облачность. Температура воздуха ночью – минус 11, минус 12 градусов. Днём – до 9 градусов мороза. Ветер слабый, северо-восточный – до 6 метров в секунду. Атмосферное давление очень низкое – 727 миллиметров, ртутная столба, влажная, комфортная, 48%. Воскресенье 27 января в областном центре облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью – минус 11, минус 12 градусов. Днём – до 9 градусов мороза. Ветер лёгкий, северо-восточный – до 4 метров в секунду. Атмосферное давление очень низкое – 732 миллиметра ртутного столба. Влажность комфортная – 48%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова